МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вдохновляется Пикассо, рисует без кистей. Юная художница из Барнаула готовится к своей 15-й выставке. Не прошло и 7 месяцев. У спортивного ведомства Алтайского края наконец-то появился министр. Документы о назначении подписал губернатор Виктор Томенко. Вполне ожидаемо, что новым министром стал Максим Рябцев. При старом руководстве он занимал должность заместителя, а после отставки Алексея Перфилева, по сути, руководил ведомством весьма продолжительное время. И еще немного информации о новом руководителе спортсменов и спортивных команд края. Максим Рябцев пришел работать в Министерство спорта в 2019-м из Федерации хоккея региона. До отставки Алексея Перфилева курировал работу спортивных федераций региона. В свое время министр получил юридическое образование в классическом университете, но и со спортом он на «ты». Имеет спортивные разряды кандидатов в мастера спорта и в служебно-прикладных видах. Напомним, кресло министра пустовало долго – 7 месяцев. К слову, эксперты говорят, что в нашем регионе всегда долго думают, прежде чем назначить руководителя. Например, глава Минэкономразвития Анатолий Нагорнов два года находился в должности ИО, а Светлана Говорухина стала министром образования только через год. Томенко-стайл, мы про это начали говорить с его еще избирательной кампанией, да, и вот после того, как он официально уже стал губернатором, и да, он всегда каждый вопрос очень долго обдумывает и затягивает. Это вот действительно его некий стиль управления. Вот здесь есть поговорка «семь раз отмерь один отре», что Томенко 15 раз отмеряет, прежде чем один раз отрезать. К сожалению, комментария самого министра нам получить не удалось. Впрочем, отказались комментировать назначения и руководители большинства спортивных федераций края без объяснения причин. К новостям спорта мы еще вернемся, а пока продолжим. Более 360 тонн противогололедных материалов высыпали на дороге края за последние сутки. Алтайский край теперь уже на всей территории встречает зиму. За прошедшую ночь на дорогах работали 400 машин. Всего же на уборку снега готовы выйти почти тысяча тракторов, бульдозеров и погрузчиков. В этом году край дополнительно приобрел 280 машин, потратив почти полтора миллиарда рублей. На ближайшие три дня метеорологи прогнозируют мокрый снег и даже метели. Поэтому будьте внимательны в поездках, даже несмотря на то, что дорожники к сложным условиям, по их словам, подготовились. Для борьбы с гололедом в регионе есть 70 тысяч тонн песка, его смеси с солью и специальных растворов для обработки асфальта. А для предотвращения заносов вдоль трасс построили 9 километров задерживающих снег заборов. Теперь их общая протяженность 23 километра. Дорожники напоминают важные телефоны, если вдруг водители попали во внештатную ситуацию. В Алтай-Автодоре уже организована служба оперативного реагирования, которая обрабатывает информацию с 35 камер и 12 метеостанций, чтобы в случае необходимости перебросить технику. Рядом с несколькими жилыми домами и детским садом Барнаула растет свалка. Мусорный бак, который стоял на том месте, украли, и люди теперь скидывают отходы прямо на землю, а ответственные органы разводят руками. И кажется, что вопрос санитарной безопасности и чистого воздуха жильцы будут решать за свой счет. Анастасия Дороган продолжит. Это вот сегодня снежок, припорошил, и прямо она даже прилично выглядит. А в принципе, это очень большая свалка была. Куда-то девались баки. Несчастливое место не иначе. Сначала здесь было два бака. Когда их украли, сюда поставили один бак. Но в апреле и его не стало. Люди пытались как-то упорядочить это место и обнесли стихийную свалку лентой, но не помогло. Пакеты прямо на землю валят проходящие мимо жителей частного сектора. А жильцы двухэтажек, чтобы не гадить себе же под окна, уносят мусор в другие дворы. Либо вон туда приходится выносить, либо вон туда, где пятиэтажки. Прилично, в общем, идти. Ну, метров четыреста, наверное, будет. И насколько это удобно? Ну, конечно, неудобно. Во-первых, там они мусорки всегда заваливают. Они всегда ругаются, когда, если попадаешь в обед, вот и таскаем то утром, то вечером, чтобы никто не видел. Замусоренность потянула за собой другую проблему – бродячих собак, которые приходят сюда за едой и которых боятся и взрослые, и дети. Прямо здесь же находится детский сад. Люди с апреля обращаются в управляющую компанию, в администрацию города, в Роспотребнадзор, который, кстати, помог при прошлом исчезновении баков. Но ситуация не меняется. Сейчас в Роспотребнадзор говорят, мы этим не занимаемся в связи с Украиной. Только я вот понять не могу, при чем здесь свалка и при чем здесь в Украине. У нас нет дополнительных каких-то денежных средств для того, чтобы покупать этот бак. Бак почему-то мусоровозящая компания не предоставляет. Плюс экосоюз, если отсутствует бак, либо, скажите, какая-то емкость для мусора. У нас в договоре прописан бесстарный вывоз мусора. Почему у нас мусоровозящая компания, региональный оператор «Экосоюз», а бесстарно не вывозит? Почему мы это своими силами вывозим? Рекуператор предоставил нам договор СУКА. В нем указаны количество и объем контейнеров. О бесстарном не говорится. Кроме того, контейнерная площадка внесена в официальный реестр. Поэтому, объясняют в «Экосоюзе», пакеты и не забирают. По факту сейчас это уже несанкционированная свалка. И помочь с покупкой контейнера компания не может. Годовой бюджет на это исчерпан. Плюс рекуператор снабжает баками преимущественно муниципалитеты. УКА в рамках оплаты жителей за текущее содержание жилья контейнеры покупают сами. Управляющая компания выставляет счет за обслуживание имущества, общего имущества собственников помещений, которые находятся в многоквартирном доме. Поэтому денежные средства, так или иначе, они идут в управляющие компании. Здесь, в данном случае, я считаю, что это безответственное поведение просто управляющей компании, так как деньги, которые необходимо было направить именно на то, на содержание этого имущества, на создание этой контейнерной площадки, они туда не направляются. Рекуператор направил письма о несанкционированном размещении отходов в Росприроднадзор. А люди тем временем ждут, когда же свалка у их дома исчезнет. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле семья не может добиться наказания для мужчины, который избил их собаку. Мопс от страха выбежал на дорогу и попал под машину. Кроме того, зачинщик драки нанес телесные повреждения хозяину собаки. Подробности ужасной истории, за которой погиб член семьи в следующем сюжете. На этом пешеходном переходе собачонка бежала оттуда и на середине Ниссан Кашка ее сбил, не остановился и поехал. А потом, когда в милиции, он сказал, ну сбил и сбил, ну беда какая, что тебе за собаке колодки рвать. Это было роковое утро для собаки Рады. В середине сентября Владимир пошел в магазин за хлебом и конфетами со своим хвостатым товарищем. Мопс, как всегда, спокойно ждал мужчину внутри супермаркета. Одного покупателя это разозлило. Стал двигаться к двери со словами, что у нас теперь с собаками вроде как можем. Потом стал пинать собаку и избивать покупателя, пожилого человека. Кто-то выходил, и собака выскочила. У нас тут потасовка произошла, он потом меня вытащил на улицу. Ну а мы кинулись эту собаку искать. Ну мы думали, где-то собака между машинами. На самом деле, в этот момент Рада уже была мертва. От удара собака погибла мгновенно. Это разбило сердце всем членам семьи. Мопс прожил с ними 8 лет. Собаку любил весь район. К водителю у семьи нет претензий, чего не скажешь про зачинщика драки в магазине. Помимо того, что он пинал Мопса, он также нанес телесные повреждения хозяину собаки. Но в прокуратуре посчитали, что во всей этой ситуации нет состава преступления. Ну сгони ты зло на мне. Ну в чем собака-то? А при чем собака? Мы не спать, не есть. Вот слезы и слезы и слезы и слезы. Рада, я тебе сфотографирую. И дай. Ну. Раду похоронили на собачьем кладбище в Барнауле. А сегодня в доме появился лучик света, четырехмесячный мопс Ника. Ее подарили убитой горем семье жители района. Но обида за нелепую смерть старого друга не покидает Владимира. Семья будет подавать в суд на человека, который разве что и может, как избивать собак и пенсионеров. Ну жалко, жалко, как вот кусок сердца оторвали. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Китайский рынок в Барнауле пока так и не нашел нового владельца. Напомним, торги за полный пакет акций предприятия прошли еще в середине октября. Начальная цена лота тогда составила почти 380 миллионов рублей. Но желающих купить рынок так и не нашлось. А вот земля, на которой он находится, могла бы оказаться лакомым кусочком для застройщиков. О том, что к такому большому участку, а это 146 тысяч квадратных метров, присматриваются строители, говорили в СМИ. Сами застройщики отмечали, что потенциал у территории большой и огромный плюс уже подведенные коммуникации. Однако официальных обращений по этой теме, сообщают в Управлении имущественных отношений края, пока не было. Какие-либо официальные обращения в адрес Алтай-Краимущества от застройщиков потенциальных не поступали. Говорить об их интересе примитивно к данному земельному участку я не могу. То есть такая информация у нас отсутствует. Официальных обращений не было. Что касается продажи пакета акций, их реализация будет осуществлена в рамках федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества теми способами, которые там обозначены. Сниженная ставка по потребительским кредитам, а также скидки при оформлении ипотеки. Эти и еще целое множество специальных предложений подготовлены для клиентов Сбера в рамках акции «Зеленый день». Она приурочена ко дню рождения банка и проводится 11 и 12 ноября. Подробнее в сюжете. Сбербанку 181 год. Свой день рождения банк празднует вместе с клиентами. В честь праздника уже пять лет подряд Сбер проводит акцию «Зеленый день». Так, с 10 по 12 ноября владельцы дебетовых и кредитных Сберкарт будут получать повышенный кэшбэк бонусами в размере 10% за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера. Заметные скидки ждут и тех, кто в «Зеленый день» оформит потребительский кредит или даже ипотеку. Тем, кто планирует открыть вклад, банк предлагает продукты с повышенной ставкой. «Зеленый день» – это не просто акция, а хорошая традиция ко дню рождения Сбербанка. Она полюбилась нашим клиентам за интересные и выгодные предложения. Причем на привлекательных условиях можно как оформить финансовый продукт, так и приобрести полезные гаджеты для дома и офиса. Мы подготовили и много выгодных предложений для нашего бизнеса. Скидки на свои продукты и сервисы предлагает не только группа компаний Сбера, но и большинство наших партнеров. Поэтому призываем всех в «Зеленый день» уделить время покупкам. Они обязательно порадуют вас. Сбер благодарит своих клиентов за сотрудничество и в дни акции начисляет повышенные бонусы по программе «Сбер спасибо» при совершении покупок у партнеров в «Сбер мегамаркете», «Сбермаркете» и других компаниях. Скидки в 25 и даже 55 процентов сделаны на целую линейку страховых продуктов. Для корпоративных клиентов акции трансформируются в «Зеленую неделю». Спецпредложения для бизнеса будут действовать дольше вплоть до 17 ноября. Ознакомиться со всеми предложениями и подробностями акции «Зеленый день» можно на официальном сайте программы лояльности «Сберспасибо». Вечером мечтает о Мексике и акулах, а днем кует свое счастье на производстве. Речь об единственном в Алтайском крае кузнеце осужденном Александре Калинине. Мужчина больше полугода делает детали для нефтяников. Почему физически сложная профессия оказалась по душе осужденному, расскажет Валентина Аскерова. Молотый наковальня вместо тренажерного зала. 70 килограммов вес раскаленной детали. Ее осужденный за распространение наркотиков Александр Калинин поднимает словно пушинку. Мужчина с марта этого года находится в Варнаульском исправительном центре и работает кузнецом на одном из ведущих предприятий края. Кует краны для нефтяников. Понравилось, люблю тяжелую работу. То есть в коем-то веке нашел свое хобби, свое увлечение. Тут смекалка нужна, тут болванка с силой не берешь, ее надо хитрость убрать. То есть она тяжелая, надо рвешься. Здесь все по инерции делается. Работа тяжелая, но благодаря ей осужденный поправил свое материальное положение. Ежемесячная зарплата 50 тысяч рублей. На что первую потратили, если не секрет? На одежду, оделся, как бы гаджеты, телефон, вот это все для жизни. Что мечтаете? Мечтаю. Вообще мечтал мне в Мексику съездить, к акулам спуститься в клетку. Вот моя мечта. Из десяти один остался, который вот именно обучается и продолжение хочет именно этой профессии обучаться. Это вот наш герой? Да. А в нем какой-то потенциал или какие-то способности уже были? Нет, не было. Полностью с нуля. На производстве много шума. Люди некоторые пугаются, уходят. А вот он остался. В Барнаульском исправительном центре живут 135 осужденных. Трудоустроены абсолютно все. Насколько важна вот такая работа для осужденного? Данная работа осужденным важна, так как он может социализироваться, выходит в общество уже с какой-то профессией. Летом кузнец Александр Калинин может выйти по УДО. После полного освобождения возвращаться на родину, в Хакасию не планирует, останется здесь. Ведь в Барнауле у него и любимая работа, и любимая девушка, с которой хочет создать семью. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Героиня нашего следующего сюжета вдохновляется Пикассо и готовится к поступлению в колледж. Юная художница Барнаула Алла Кащеева, которая рисует, несмотря на отсутствие кистей, на пороге нового периода своей жизни. И своеобразную черту она подвела 15-й персональной выставкой, где побывали и мои коллеги. Ну, она не волнуется, она привыкла к славе. Вот так нескромно мама художницы Елена говорит о 15-й выставке дочери. Гордиться есть чем. Девочка, которая родилась без кистей, нашла себя в рисовании. Пятна на картине, отпечатки локтей и пальцев. Маленькая Алла сначала рисовала так, потом в ход пошли карандаши и мелки, и всегда яркие цвета. Если человеку грустно, он может посмотреть на мою картину, и как-то у него настроение поднимется, он тоже будет делать что-нибудь такое хорошее. Я хочу людям сказать своей выставкой, что то, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно это продолжать и развивать. В этом плане Алла строгает к тебе. Из-за школы рисует не каждый день, но раз в неделю обязательно вносит в картины хотя бы пару нюансов. После непростого периода девочку перезагрузил Пикассо. Она прочла о нем в журнале. Он рассказывал про себя, как он творит, как он чувствует, что он пользуется. Там две большие страницы, фотографии. И все. И Алла как влюбилась, у нее как вот это вот пошло, пошло, пошло. Как одаренность что ли какая-то. Так появились картины «Кошачьи страхи» и «Птица счастья». С годами штрихи Аллы более четкие, а рисунки не только про радость. Чаще всего сейчас отрицательные, потому что девятый класс и проблемы с одноклассниками, с друзьями, и это все очень сильно отражается. Можно рисовать из-за эмоций. Что-то там произошло, ты там платишь или без разницы. Эмоции. Нужно успеть, пока не закончились эти эмоции, нарисовать картину. А эмоции сейчас разные. Алла готовится к поступлению в колледж. На кого учиться, преподавателя АИЗО или компьютерного графика, пока не решила. На выбор у нее есть год. И творческий отпечаток этого времени должен быть интересным. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну а мы возвращаемся к теме спортивной жизни края. Барнаульские динамовцы готовятся к заключительному матчу первого круга чемпионата России. 13 ноября наша отправится в Новосибирск. Тренировочный процесс плавно переместился с уличного газона в теплый манеж спорткомплекса «Темп». Какие задачи ставит тренер футболистом и удалось ли новому тренеру, что называется, сыграться с барнаульскими игроками, расскажет Дмитрий Дроздов. Из-за погодных условий Динамо Барнаул на своем стадионе заниматься не может, поэтому белоголубым пришлось временно переехать в манеж «Темп». Здесь тепло, да и газон новый. Одним словом, все условия для тренировок. Кстати, они в последнее время стали важным составляющим. В начале сезона белоголубые буксовали с игрой. После пошла череда побед. Это означает, что главный тренер и игроки нашли общий язык и сумели сыграться. Не то, что команда преобразилась, просто, еще раз говорю, нужно было время именно для притирки, чтобы команда понимала меня. Я узнал возможности всех футболистов и найти самое главное, нужно было правильное сочетание именно на поле. Как итог, динамовцы смогли выбраться из ямы поражений. Домашнюю серию игр в октябре наши провели на отлично. Три матча, три выигрыша. До этого шесть игр без побед. Футболисты говорят, сыграл свое психологический фактор. Смогли не сломаться на серии поражений. Всегда тяжелый, конечно, такой период, когда идут поражения за поражениями. Все равно эмоции где-то дают волю на тренировках. И все равно хочется рано или поздно победить. Прикладывать все усилия. Барнаульцы завершат первую часть сезона воскресной игрой против Новосибирска в гостях. По словам главного тренера «Динамо», соперники очень серьезные. Ведь их главная задача – повышение в классе. Матч состоится 13 ноября в 17.00 в Манеже «Заря». Поддержать наших парней можно в прямой трансляции поединка или прямо на трибунах. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. 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 День с толком.